Ну что, друзья, компания Ultimate Nutrition всех кинула и пропала в небытие. Канла, можно так сказать. Но если вы думаете, что только такой новостью торгового континента заканчивается пиздец этого августа, то это не так. 15 августа в городе Санкт-Петербург сгорело одно из производств спортивного питания, а именно производства бренда «Доча», который принадлежит Саше Струщуку. Потому что «Доча», самому Вадиму Иванову, принадлежит сейчас бренд «Бонофайд». И спортивное питание выпускает он под брендом «Бонодиет». То есть бренд «Доча» принадлежит Саше, а «Доча» больше не с Сашей и делает одежду и спортивные добавки «Бонофайд». Тот, кто не в курсе, должны иметь в виду. У них все хорошо, просто они разделили бизнес, потому что не смогли дальше работать совместно. Итак, сгорело предприятие Александра. Он сразу разместил информацию об этом в Инстаграме. Очень много вопросов мне задавали касательно его высказывания о сумме денежных потерь. Он нам сказал, что это не один и не два миллиона долларов. Ну, я думаю, это просто я, ставя себя на его место, скажу он так. Я был бы в шоке. Нет, я не был бы в шоке. Я был бы в полнейшем ахуе. От такого происшествия и значительно меньшей суммы, и не один миллион долларов. Ну, просто нету там тех запасов. На мой взгляд, опять же, я не могу знать. Бренд. Спонсор турнира «Мистер Олимпия». Один из самых популярных брендов в мире. Бренд, амбассадорами которого были топовые атлеты. Всех кинул. Да, друзья, этот бренд называется Ultimate Nutrition. Утром, 19 августа, сотрудники, придя на рабочие места, обнаружили то, что рабочих мест больше нет. То, что все они уволены одним днем. Возможности связаться с владельцами компании не представляются возможным. Они не выходят на связь. И компания объявляет себя банкротом. Вот так вот, друзья, компания Ultimate, которая действительно, уверенно, очень долгое время была в топах мирового рынка спортивного питания. И многие ее любили. Я сам помню, как лет, ну не соврать, наверное, 16 назад я покупал ProStar. А сыворотку от бренда Ultimate. Всякое бывает. И кто не читал историю, тот, наверное, не поймет. А так и гиганты, и колодцы рынка падают. Но для меня это, конечно, удивительно. Для меня бренд Ultimate в данный момент я бы сравнил с тем, на каких высотах был бренд Pure Protein в 15-16 году. Чтобы не быть таким, как я, кушать Pure Protein. Что компания с такой обороткой, с такой известностью, но не может потерять лидирующих мест. Имея эти денежные ресурсы, ту популярность в тот период времени, при отсутствии конкуренции практически, бренд имел все возможности стать монополистом. Но не случилось. И в середине лета, по информации, в открытых источниках начались исполнительные производства. По долгам компании Pure Protein, по одному из юрлиц. Ну, опять же, это просто бизнес, это неплохо, это не страшно, это не говорит плохо об этой компании. Просто не повезло. Это бизнес, такое происходит. Это, на самом деле, больше печально. Потому что, ну, мне искренне жаль бизнес. Я знаю, там, обо всех косяках, которые были, это, конечно, недопустимо. Но в разрезе именно владельцев, действительно очень приятных людей, мне за них обидно. Что же дальше будет с компанией Ultima? Это очень интересный вопрос. И вот так вот неожиданно появилась у меня чашечка чая. И я даже успел проголодаться, пока общался. И остановился я на том, что горело производство бренда Dacia Lab в городе Санкт-Петербург. Я очень надеюсь, что Александр быстро восстановится. Это опытный бизнесмен. И думаю, что для бренда, для франшизы, конечно, это будет тяжелый период. Но они обязательно его выдержат. Потому что, как ни крути, это бренд. Как ни крути, никак не крутит это вот сообщество Dacia франшизников, ребят, которые работают под этим брендом, я думаю, они с ним справятся. Но вы не поверите, в следующий четверг, пожар на Dacia 15 число, 22 числа августа произошел второй пожар в городе Санкт-Петербург. И сгорело предприятие Болотон. Адрес я не помню. Кадр с пожара покажем. Пожар был очень сильный. Пятая категория. То есть тушить, что называется, пятая категория. Проще подождать, пока сгорит, чем тушить. А вот на Болотоне, как раз, как фасовалось огромное количество брендов. Я все бренды даже не назову и не буду пытаться это сделать. Но сгорело второе предприятие. Там куча мелких, не очень успешных брендов фасовалась. Плюс неуспешных, кстати, неправильно выразился. С небольшими объемами брендов фасовалось, но большое количество. Там находились зачастую склады, готовые продукты с этих брендов. Думаю, сырья собственного почти ни у кого не было. Поэтому, конечно, финансовые потери они понесли. Но, думаю, несущественные. Для того, чтобы было и продукции мало, и упаковки. Сырье, скорее всего, принадлежало Болотону. Причина возгорания на первом предприятии у Александра, по информации, которую получил я, это неисправность в проводке. Причина возгорания Болотона, то, что на первом этаже этого здания находилось, произошло свечей. Ну и, видимо, старость и ветхость здания возгорания у прожителей свечей вызвало последующее возгорание на втором этаже, на Болотоне, ну и, понятное дело, что второго этажа во время пожара уже ничего не спустишь. Эвакуация людей, дальнейший пожар и тушение. В любом случае, влагой намочило компоненты и термическая обработка. Даже товаром, скажем, готового, уже наручены были условия хранения, поэтому продаваться продукция, которая была сделана, находилась в складах, не может. Вот такой вот, не знаю, черный август для спортивного питания, закрытие бренда Ultimate, такое трагичное, так скажем, и очень некрасивое. Два пожара в городе Санкт-Петербург. И в целом, расскажу вам немножечко о рынке, расскажусь о спортивном питании. Не так давно был у нашего партнера, поставщика аминокислот, одного из, но одного из крупнейших, и спросил, как дела на рынке, как вообще с брендами. Ну что, писали, знаете, покупают меньше. Я говорю, ну, наверняка это связано с тем, что многие бренды теряют прибыльность, наверное, бодяжит, и просто у вас не берут сейчас. Он говорит, нет, знаешь, именно, менеджер мне отвечает, я прозваниваю компании, и мне говорят, не то, что сейчас не нужно, или докажем позже, нет. Он сказал, что люди просто говорят, что мы больше не работаем, то есть люди больше не производят продукцию. Вот так, то что рынок в целом сам по себе, видимо, тренд имеет нисходящий. При этом мы, благодаря вам, имеем тренд растущий. Если сравнивать месяц к месяцу с прошлым годом, мы выросли примерно на 20-25%. В ближайшее время я дожидаю новый прирост объемов. Это непосредственно прирост благодаря компании Ашан, в которой я подписал договор с нашей стороны уже. Теперь мы ждем подпись со стороны Ашана, так как все-таки там люди более умные и талантливые, чем я, и они ходят в отпуск. Поэтому директор Ашана пока... Ух, как я уронил тарелочку. Принята чашка. Директор Ашана еще не подписал договор. Ждем. Могу сказать, что многие бренды растут, занимают новую долю рынка, увеличивают объемы своего производства. Это я вижу по нашим многим... Конкурентам не нравится слово. Конкурентов, я думаю, у нас все-таки нет. Но по нашим коллегам, которые работают в разных регионах, я вижу успехи по производству СТМ у нашего партнера, компании 4Food. Это наш поставщик части упаковки, части компонентов. Также они делают СТМ и отправляют заказчиков на разные предприятия. Они работают не только с нами, они делают жуткие формы на другом предприятии. Мы им оказываем услуги по фасовке сыпучих и капсулированных продуктов. И объем роста рынка СТМ, доли СТМ. Довольно-таки я вижу, что растет на основе всех заказов, которые размещают у нас 4Food, выкупая у нас так называемые фармодни предприятия. И много брендов приходят к ним. И знаете, я считаю, что бренды, которые сейчас... Ну, конечно, хочется сказать, что контрактуются у меня, но это будет неправильно, да? Потому что все-таки я оказываю услуги только для компании 4Food. А уже компания 4Food выпускает продукцию для своих клиентов. Но на наших мощностях. Так вот, те, кто идут к этой компании, я хочу им сказать, ну, мое глубокое уважение выразить. Это многие бренды. Это и Бычков, Коля, да, Питер Экс размещается. Я видел этикетки Орлайна. Я видел ряд позиций, которые доказывают... Конечно, круто, что люди хотят делать качественный продукт, безопасный продукт в хорошем месте, да? То есть мы можем, собственно говоря, со своей стороны гарантировать, что то, что заявлено на этой упаковке, будет 100% находиться внутри. Да, это касается как продукции Genetic Lab, так и любого бренда, который обращается за тем, чтобы на наших мощностях была выпущена его продукция. Поэтому в любом случае я лично отвечаю за качество той продукции, которую наше производство выпускает. У нас вышли новиночки. О них я расскажу, я думаю, в следующем ролике. Постараюсь не пропадать. Ну, пропала не сильная, а самая неделька, это мелочь. Хочу пожелать всем нашим коллегам успехов, чтобы они смогли справиться с теми трудностями, которые перед ними выпали. Желаю в целом всем участникам рынка, чтобы в ближайшее время начался сезон, так скажем, люди возвращались в зал, начали заниматься, кушать спортпит регулярно, становиться более здоровыми, достигать целей. Вы все знаете. Самотекс.ру, не найти Club.ru, не найти Shop.ru. Куда заходим, там покупаем все и прогрессируем. Всем пока! Вот сейчас, ребята, по-моему, 7 часов вечера, и что, вот мы? Хозяева. Хозяева последние, мы уходим с работы. И уходя, я что вспомнил, очень много было вопросов после пожаров в Питере, много ли у нас обращений от других брендов, которые раньше касались на предприятиях других. Так вот, у нас обращений практически нету. Знаю, что к Фуду обратился единственный Александр Старощук с вопросом о расчетах производства СТН. То есть, Никита Георьевна СТН просто, по крайней мере, его заинтересовало производство на самом безопасном, хорошем, лучшем, восхитительном предприятии города Танкт-Петербур. То бишь у нас. А вот все, кто фасовались на Балатоне, к нам не обращались и знаю, что они... Никто из них не обращался на профит, потому что с ребятами с профитом мы общаемся и вот, конечно, на профит тоже обращений не было. Поэтому где это будет делаться, не знаю. Может, пока, конечно, ребята в шоке и обязательно обратятся. Так что, у кого там что сгорело, вот вам адрес, часы работы, genetiklab.ru, там есть телефон, звоните. Все, теперь пока.